Сегодня на первом плане поговорим о социально значимых вопросах. У нас в студии Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области. Любовь Евгеньевна, добрый вечер. Вечер добрый. Давайте в целом начнем с подведения итогов 2020 года, поскольку мы первый раз встречаемся в 2021 году. Интересно, насколько выполнены нацпроекты в вашей области, насколько передовые позиции принадлежат сегодня нашему региону. Действительно, год завершился, и особенный контроль – это были национальные проекты, демография – это основной проект, который направлен именно на людей, на жителей всей страны нашего региона в том числе. Но и два региональных проекта, которые мы контролировали, осуществляли, и меры поддержки и социальные услуги предоставляли. Первый проект, мне кажется, самый главный, самый важный – это финансовая поддержка семей при рождении детей. Ну вот, если в целом сказать, на 100% выполнена задача, которая стояла, все сегодня меры поддержки, которые были установлены на федеральном уровне или областным законодательством, вовремя и в срок мы предоставляли. Все финансовые расходы, которые были предусмотрены в полном объеме, освоены. Кассовые исполнения 100%. Ну и вот 2020 год, следует сказать, что беспрецедентные меры были вообще в целом семьям с детьми предусмотрены. Я полагаю, вы помните, в начале года президент в федеральном собрании поручения давал, и как раз финансовой поддержке семьям с детьми особое внимание было уделено. Это и материнский капитал на первого ребенка, да, и на второго предусмотрен, да, и объем, размер его увеличен через пенсионный фонд, сегодня такие семьи получают мамочки. Ну и что касается дополнительных выплат, тоже они значительно выросли. К примеру, выплат от 3 до 7 лет никогда не было такого размера, и в таком объеме, и масштабно мы не производили выплаты. Вот в целом по области у нас более 38,5 тысяч детей в прошлом году получили выплаты в размере 50% от прожиточного минимума, это 5300 рублей в месяц, ежемесячно. Заявление мы начали принимать в мае, а уже в июле первые выплаты вот осуществляли, и право на выплату было установлено с 1 января. Сейчас мы продолжаем эти выплаты, осуществляем действительно значительную финансовую поддержку, если в семье не один ребенок от 3 до 7 лет, то это вот действительно, ну вот как если в июле мы начали выплачивать, то за полгода получали определенную сумму. Кроме того, учитывая, что вот сложные ситуации, пандемия, да, и вот были ограничения введены, и полные самоизоляции, помните, когда и даже работа в полном объеме была на удаленке, вот в тот момент были и выплаты установлены дополнительно без учета дохода через пенсионный фонд, тоже по 10 тысяч производились выплаты. Ну и если говорить вот о тех мерах поддержки, которые мы производили и в прошлом году, детский бюджет, как теперь называемый его, 6,8 миллиарда было направлено. Если смотреть 2019, 3,8 миллиарда, представляете, рост практически в два раза. Ну и вот проект региональный, он в полном объеме выполнен, сейчас уже подготовлены и поставлены задачи на 2021 год, и ежемесячно на контроле губернатор Владимир Владимирович Сипягин заслушивает отчеты, ну а мы, соответственно, чтобы выплаты вовремя происходили, мы должны заключить соглашение на федеральном уровне, все это через электронный бюджет, ну в достаточном объеме денег на текущий год выплаты будем вовремя производить, уже вот в январе осуществляли. Это и выплаты на первенца, тоже сегодня вот до трех лет, и условия там расширены, раньше если полтора прожиточных минимума, сейчас два прожиточных минимума, еще больше семей, да, приобрели право на получение. На третьего и последующих детей тоже выплаты производим, и значительная финансовая поддержка, ну и вот в зависимости от того, какой прожиточный минимум, буквально вот в ближайшее время должен быть новое постановление губернатором области подписано, будет уточнено, в каком размере эти выплаты будут осуществляться. Ну и если сказать продолжение темы «Семьям с детьми поддержки», вот какие изменения возможны будут, полагаю, что все уже слышали, все знают, что президент дал поручение, что с Нового года, 21-го года, значит, посмотреть и найти возможность финансирования с учетом дохода семьи дифференцированно подходить. Если прибавляя и выплачивая 50% от прожиточного минимума в семье, все равно не получается, да, прожиточного минимума на одного человека, то 75% устанавливается от 10 085 рублей. Если даже прибавляя вот эту сумму 75% не получается прожиточным, то 100%. Но пока эти нормативные документы готовятся и в ближайшее время должны быть подписаны, ну и с учетом того, как четко будет определено, мы будем эти расчеты производить. Ну и семья любая вправе обратиться к тем, кому уже на год назначили. Ну, предположим, в июле обратилась, и на целый год, до июля 21-го года мы уже будем выплачивать вот в том размере, какой был в прошлом году, 50% от прожиточного минимума. Но если семья видит, что доход все равно ниже, может обратиться. Если при перерасчете получится, что все-таки у них доход больше, но поскольку уже назначена эта выплата, то она будет продолжена вот в этом объеме. Если меньше, то уже с учетом дифференциации мы будем расчет этот проводить. Вторая программа регионального проекта – это старшие поколения. Ну, здесь сложности были в каком плане. Это медицинская помощь, диспансеризация. Но, несмотря на это, все равно вот та возможность в начале года, которая была, потом у нас перерыв был, когда самоизоляции уже не было, и мы старшие поколения 65+, доставляли на транспорте наших учреждений, доставляли, проводили диспансеризацию лечебного учреждения. Значит, ну, если была необходимость, и госпитализация проводилась, вот эти все показатели, они выполнены с учетом того, как мы планировали. Но скажу, что сложности действительно были. Что касается вот программы «Активное долголетие», то здесь вообще по-новому нам надо было как-то работать и находить новые варианты и возможности формата общения с пожилыми. Кто-то до 65-ти они приходили к нам активно, значит, участвовали в разных мероприятиях. Но вместе с тем 65+, их много, они активно, и вот в режиме онлайн мы нашли такую площадку, и университет третьего возраста продолжился, и обучали компьютерной грамотности, и участвовали во всех конкурсах, соревнованиях. И День пожилого человека тоже в формате, значит, видеоконференции привели в студиях, там, в городах, районах. Все перестраивались. Да, все равно вот это общение, оно продолжалось, и разные новые формы, и, значит, социальный туризм тоже в режиме онлайн мы могли смотреть вместе с пожилыми. Ну, много интересных разных вот предложений было, разных проектов было реализовано, и даже в формате, значит, вокальные группы пожилых людей участвовали, и конкурс провели, вот, было тоже очень интересно. Ну, и эта работа охватила больше 26 тысяч вот таких активных пенсионеров. Ну, и кроме того, в стационарах пожилые люди, которые проживали, они тоже активно включились и в досуг, и тоже подключались к формату общения. Ну, и скажу, что особое внимание еще было уделено системе долговременного ухода. Ну, во-первых, конечно, это же медицинское, да, обслуживание, сопровождение. Дальше социальное сопровождение. Вот здесь активно мы занимались с теми, кто проживал в стационарах. Ну, и, может быть, вот, поскольку о стационарах начала говорить, скажу, что вот буквально недавно, значит, на совещании у президента наш министр Катяков Антон Олегович сказал, что поскольку были случаи, когда трагически закончилось, вот, и были погибшие на пожарах в стационарах, когда это не государственные, и они не были зарегистрированы как стационары, как дома-интернаты, вот сегодня подготовлены документы, и будет обязательное лицензирование. Это очень хорошо. Вот мы после тех случаев, которые произошли в Пермском крае, в Башкирии, вместе с МЧС проверили, с органами местного самоуправления еще раз уточнили, есть ли у нас такие вот неизвестные, да, учреждения. Есть ли? 18 учреждений, которые не состоят в реестре. 8, вернее, 18 всего стационаров, 8 в реестре состоят. А вот дополнительно 10 мы выявили. Ну, скажу, что отрадный это хорошо, проверив, каких-то замечаний серьезных со стороны пожарных служб не было совсем. Ну, вот будет лицензирование. Как планируется проводить, и сегодня уже проекты документов имеются, ну, и раньше об этом речь шла, что действительно надо, если стационар, то качество должно быть одинаково. И требования, которые сегодня существуют, и СанПИН, и СНИПы, и доступная среда, все это должно также учитываться. И есть ли частный дом-интернат, или другой формы какой-то стационарного учреждения. Вот такая форма, это важно. И, наверное, вот те, кто в тени, те, о ком мы не знаем, как раз позволят выявить и более жесткие меры предпринимать, если, ну, некачественно предоставляется услуга. Кстати, сегодня они до сих пор работают в закрытом режиме? Нет, стационары наши сегодня работают в штатном режиме. Единственное, значит, все-таки режим готовности, и мы внутри учреждения организуем мероприятие, но сами в ней никуда не выходим, и гостей тоже не принимаем. Но закрытые вахтовые, как ранее было, нет, такого режима сегодня нет. Мы проводим все мероприятия, которые требуются от нас, и Роспотребнадзором, что сегодня установлено. И скажу, что вот на сегодняшний день заболевших среди получателей услуг у нас 4 человека в стационарных домах-интернатах, ну, и двое сотрудников. А тоже категория 65+, я знаю, что сейчас будет с помощью департамента организована помощь в вакцинации, да, таких людей. Расскажите об этом подробнее, и куда обратиться за такой помощью? Ну, действительно, мы помогаем, и надо это обязательно сделать, и защитить себя, и защитить того, чтобы не заболеть, и обязательно вакцинироваться. И, конечно, помощь, особенно тем, кто на селе, доставить в лечебное учреждение, вот по поручению губернатора Владимира Владимировича. Мы сейчас такую работу проводим, обзваниваем, кого-то знаем, кого-то обслуживаем на дому. Вот 47 тысяч пожилых людей мы уже обзвонили. Более 10 тысяч с половиной, кто согласен, и у кого нет медицинских противопоказаний. Около тысячи уже провакцинировали. Кто-то сам добрался, сказал, что не надо транспорт, а где-то около 700 человек мы доставили в лечебное учреждение. Но предварительно мы записали, уточнили, когда можно в лечебное учреждение доставить пожилого человека. Ну, и организовали, и дальше будем организовывать. Можно позвонить в комплексные центры социального обслуживания, можно в отдел социальной защиты по месту жительства. Можно на социальный телефон, вот у нас он на сайте есть, если я могу повторить, 8 800 450 01 21. Это вот один сотовый телефон, второй городской во Владимире 36 28 33 и код Владимира. Круглосуточные телефоны работают, и все, кто желает, могут позвонить. Мы обязательно организуем, поможем, и в том числе с лечебными учреждениями связь у нас налажена, помогаем. Это вот те, кто дома живут. Это условие должно быть 65 плюс. Ну, и даже 60, если сложно, добраться из села мы доставляем, 60 плюс. 60 плюс. Все, кто готовы, да, мы поможем обязательно. Транспорт есть, мобильные бригады, те, которые его доставляли как раз на диспансеризацию, на профосмотры. Мы эти мобильные бригады в том числе используем сейчас для отставки пожилых людей. Кроме того, у нас живут в стационарах. И 1600, кто действительно и согласен, и у кого нет противопоказаний. Ну, вот около 800 человек уже провакцинировано. Сегодня, к примеру, приезжали прямо в учреждение, делали прививки в Собинском доме-интернате. Так что вот эта работа, она продолжается. Мы на связи с лечебными учреждениями, с тем, чтобы вот как-то приехали, сразу провакцинировали. Ну, и дальше следующую партию могли доставить. Льва Фигина, вот от тебя лично, что бы сказали тем, кто сомневается, стоит ли вакцинироваться или нет? Нет, вакцинироваться надо обязательно, это однозначно. Потому что действительно, вот болезнь, она, видите, сколько заболевших. И лучше сделать сегодня. И важно, что имеется такая возможность, да, и проси уже, сколько привелось. Ну, это точно защитит, и человек не заболеет. Ну что ж, положительным в этом году будет новый подход к организации торжественных мероприятий по адресному поздравлению супругов. Какие изменения в этом году? Давайте донесем, наверное, наших телезрителей. Ну да, как все знают, изменился подход, изменился порядок выплат. Всем, кто право вот в юбилейный год приобретет, и уже мы тут начали выплаты организовывать, по 10 тысяч семьям выплаты осуществляется. Ну, и торжественно чествование предусмотренное, оно будет проводиться. Вот сейчас режим самоизоляции. Мы думаем, как это организовать вместе со службами ЗАГС. Один раз в квартал. Всех, у кого юбилей состоялся в январе, феврале и в марте, в конце марта, мы обязательно как-то организуем. Если же мы будем смотреть, что все-таки режим самоизоляции 65 плюс будет продолжен, а, как правило, семьи такого возраста, уже старше 65, то мы посмотрим, и, возможно, с выходом домой будем вот поздравления и сувениры предоставлять таким ценам. Поступил Занок от нашего телезрителя. Интересуется, если человек, человек старше 80 лет, стоит ли прививаться? Ну, наверное, на этот вопрос медики ответят лучше, но если нет противопоказаний, надо обязательно. Можно вот по этим телефонам получить такую информацию? Наши телефоны мы доставим. А уже можно или нет, там медики все равно, прежде чем будет вакцинироваться человек медицинский, будет осмотр проведен. И с учетом уже всех там показаний, заболеваний, то будет определено, возможно ли нет. То есть все равно такой порядок, что сначала нужно понять состояние медицинского показания. Да, мы его доставляем туда, а там уже медицинские работники скажут, вот из тех, кого мы доставили, где-то порядка около 200 человек прививку не сделают. То есть медотвод был, да. То есть это решат медики, специалисты? Это только, да, специалисты. А в настоящий момент ожидается ли индексация выплаты 2021 года и на много ли? Индексацию провели, закон Владимирской области принят на 4%. Уже в январе выплаты с учетом индексации проводили. Что касается федеральных, то пока нет нормативного документа и, как правило, индексация проходит в феврале. Как только будет принят и уже те выплаты, которые мы осуществляем, то будут прииндексированы в новом размере, будут осуществлены. А продление по-прежнему в беззаявительном порядке? А значит, вот что касается индексации, скажу, что коснулось больше 220 тысяч жителей, кто получает из огласного бюджета. Больше 200 миллионов на эти цели будет направлено. Ну и беззаявительный характер, пока он у нас до 1 марта продлен. А дальше будем смотреть и с учетом предложений, ну и федерации в том числе, поскольку там и федеральные выплаты, и компенсации, которые мы выплачиваем с учетом федеральных средств. Поэтому вот если будет продолжена самоизоляция, я полагаю, что продление возможно. Остается еще буквально 4-5 минут эфирного времени. Давайте поговорим об организации отдыха детей. В прошлом году, конечно, были свои трудности. Есть ли какие-то уже мысли по поводу 2021 года? Ну, в прошлом году, конечно, вот, к сожалению, не был отдых организован. И наши многодетные семьи могли раньше поехать, отдыхали на побережье Черного моря. В лагеря отдыха мы направляли, в том числе и бесплатно путевки выделяли, образование выделяло. Но вот так сложилось, что не было организовано, да, вот таких мероприятий. Жаль, конечно. И, конечно, детям надо отдыхать и как-то набраться сил и новых каких-то впечатлений перед учебным годом. Мы уже готовимся. Готовимся каким образом? Во-первых, в прошлом году торги прошли. И уже был определен подрядчик, который будет предоставлять отдых на побережье Черного моря. Учитывая, что вот такие обстоятельства произошли, договор пролонгирован. Но у нас остались экономии 35 миллионов, мы сейчас подаем на торги. И надеемся, что все-таки предоставится такая возможность, и наши детки из многодетных, из малобеспечных семей и поедут на море, и в том числе на территории Владимирской области смогут отдохнуть. Ну вот если посчитать, сколько, где-то 3,5 тысячи человек у нас отдыхают на побережье Черного моря, где-то чуть больше половины это дети и родители, они же вместе с родителями отправляются. Ну а что касается малобеспеченных семей в лагерях, здесь у нас на территории области, ну 4,5 тысячи таких деток бесплатно мы можем предоставить путевки. Ну и надо организовывать, это специальные смены, это интересные там мероприятия проходят. И будем надеяться, что все-таки в нашем регионе отдых детей будет организован. Какие учреждения в нашем регионе как раз по этому профилю работают? Ну это муниципальные, как правило, да, и они выходят на торги. Практически во всех районах такие учреждения имеются. Мы уже направили запрос, сколько сложится стоимость путевки для того, чтобы тоже организовывать торги. Ну вот практически каждый район, а там, где нет такого учреждения, то либо во Владимир направляется, либо в ближайший район детки отправляются. А что делать родителям? В том году они также заявлялись, но не получили должного отдыха. Как теперь? Вот те, кто заявлялись в прошлом году, сохраняются право? Они у нас на учете стоят, да, конечно, право сохраняется. Мы, конечно, будем, вот перед тем, как будет понятно, что поедем, будем уточнять, значит, возможности, желания в том числе. Но если кто не заявлялся, то, пожалуйста, можно подавать заявление, а мы уже с учетом подребанности будем рассматривать возможность удовлетворения. Конечно, что касается отдыха на Черном море, то здесь у нас очередность некая сложилась. И где-то вот раньше, ну, год-полтора стояли и ждали, да, возможности поехать, отдохнуть. Теперь, конечно, очередность, она сдвинулась. Вот те, кто в прошлом году должны были поехать, они поедут только в этом году. Ну, а так заявление мы принимаем, но ставим на очередь. Ну что ж, на сегодня это все вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, что в нашей студии была Любовь Кукушкина, директора Департамента социальной защиты населения Владимирской области. Любовь Евгеньевна, спасибо. Нам спасибо. Доброго здоровья всем нам.